Сегодня на библейском портале «Экзогет» мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. И сегодня, отталкиваясь от текста книги «Исход», 21 глава, 22 и 23 стих, также от текста из Псалтирия, 138 Псалом, с 14 по 17 стих, мы зададимся вопросом, означает ли данный отрывок из книги «Исход», что нерожденные дети имеют меньшую ценность в глазах закона Божия, нежели взрослые? Вот такой вопрос. Давайте сначала прочитаем сам этот отрывок из книги «Исход», 21 глава, 22 и 23 стих. Когда дерутся люди и ударят беременную женщину, и она выкинет, но не будет другого вреда, то взять с виновного пенью, какую наложит на него муж той женщины, и он должен заплатить он ее при посредниках, а если будет вред, то отдай душу за душу. На самом деле здесь все не так просто. Вот указание на неких посредников в оригинале обозначает «судий», «пэлилим» от глагола «палаль», «решать», «судить», то есть осуществляется судебное разбирательство, это как минимум. Но в чем заключается проблема? В соответствии, ну, скажем так, не со всеми переводами, с некоторыми переводами, этот текст учит, что когда кто-то дерется, и в результате у беременной женщины случайно выкидыш, ну, кто-то случайно ее ударил. Необходимо взять с виновного пенью, то есть некую сумму. Это стих 22. Но если в результате дерущиеся станут причиной смерти женщины, то наказанием будет смерть виновного. Об этом говорит стих 23. Ну, не доказывает ли это, что нерожденный как бы не считается полноценным человеческим существом, в отличие от матери, и не обладает такой же ценностью в глазах Бога? Подобная точка зрения, она вообще являлась бы апологией греха аборта. Но что можно ответить на этот вопрос? Возможно, здесь как раз неточность перевода данного стиха. Например, некоторые гибраисты переводят этот стих более буквально, скажем так, или более корректно по отношению ко всему закону Божию. Вот возможный перевод. Когда дерутся какие-то люди и непреднамеренно ударят беременную женщину, и ее дитя выйдет, но не будет никакого вреда, то есть ни с женщиной, ни с ребенком, ничего не случится, необходимо взять с виновного пенью. Но если будет нанесен какой-то вред, то есть женщины или дитя умрут, то необходимо отдать душу за душу. Здесь перевод в форме торгума, то есть он дается более расширенно, чтобы понятен был смысл. Действительно, Господь не может иначе относиться к жизни в очреве матери и ценить жизнь матери более, чем жизнь ее ребенка. Ведь для самой матери жизнь ребенка – это величайшая ценность. И если она потеряет ребенка, это будет трагедией для нее, это будет невосполнимая утрата в результате какого-то удара кулаком или пяткой по ее животу. В Священном Писании говорится о том, что жизнь человека с момента зачатия, она представляет ценность в глазах Бога, и Бог промыслительно созерцает за формированием человеческого плода. Так, в Псалме 138, с 14 по 17 стих мы находим такие слова. Славлю Тебя, потому что я дивно устроен, дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне. Образуем был во глубине утробы, зародыш мой видели очи Твои. В Твоей книге записаны все дни жизни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Как возвышены для меня помышления Твои, Божии, и как велико число их. Кстати, следующий стих, который следует за рассматриваемым нами, описывает основы так называемого права возмездия. Это право возмездия существовало не только в соответствии с законом Божиим, но даже в соответствии с римским правом. И это право возмездия предоставляло возможность за садинное преступление ответить соразмерным деянием. И когда мы читаем далее, исход 21 глава 24-25 стих, там сказано «Глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, обожение за обожение, рану за рану, ушиб за ушиб». Во-вторых, само еврейское слово, которое у нас переведено словом «выкидыш», хотя буквально оно означает «исходить» или даже «рождаться». Данное слово в Ветхом Завете обычно означает «обычные роды» или «преждевременные роды», как в этом случае. И оно почти не употребляется в Ветхом Завете в смысле именно «выкидыша», хотя и встречается в отношении мертворожденных младенцев, которые вышли в таком состоянии из чрева своих матерей. Таким образом, речь идет о том, что если удар вызвал преждевременные роды, ребенок недоношен соответствующим образом, то за это полагается наказание, которое назначит муж этой женщины, то есть согрешивший, платит некие деньги. Скорее всего, они предназначены для того, чтобы нанять врачей, специалистов, которые позаботятся о прежде рожденном ребенке. Таким образом, это внешнее противоречие исчерпывается и уничтожается. Друзья, подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о наших новых беседах. И берегите себя! Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...